Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сергеев встретился с депутатом Госдумы Николаем Харитоновым, который после телешоу «Пусть говорят» на Первом канале побывал в станице Гостогаевской. Позиция у Сергея Сергеева Николая Харитонова одна – семье нужна помощь. Матери пятерых детей необходимо предложить лечение и пока ограничить в контакте с родными. Сегодняшний образ жизни женщины не внушает доверия, а для здоровья детей может быть даже опасен. Отцу надо помочь улучшить бытовые условия для подрастающих, дочери и сыновей. И здесь нужно согласие матери Владислава Щербины. Сергей Павлович подчеркнул, дети живут в стесненных условиях. Понадобится содействие предпринимателей, но помогать надо обязательно. Сделать пристройку к дому матери Владислава или, возможно, выделить участок по строительству для многодетной семьи. 27 декабря в России отмечают День спасателя. В канун профессионального праздника на курорте лучших представителей профессии отметили благодарностями главы Анапы Сергея Сергеева. Стихия врывается в наши спокойные будни. Случается беда или внештатная ситуация? Кто спешит к нам на помощь? Конечно, доблестные спасатели. Наводнение в Крымске. Курортная служба спасения в первых рядах приезжает на помощь соседям. Прошлогодний ураган и подтопление в Анапе. Оперативно ликвидирован разгул стихии. Не надо объяснять, чем вы занимаетесь. Это, прежде всего, связано с вашей опасной работой. Прийти своевременно на помощь людям, которые на сегодняшний момент нуждаются в вашей помощи. Это когда касаются нас любые стихийные бедствия, техногенные катастрофы. И везде вы самые первые, на передовых рубежах. У нас работает несколько служб. И служба спасения, и МБУ наша, и служба спас, которые наши медицинские работники. И, безусловно, это не обходится без участия наших журналистов. Мы знаем, что это своевременное оповещение населения. Это ваша задача тоже входит в выявление объектов наиболее опасных. Сегодня делается большая и огромная работа. Работа, связанная, прежде всего, с определением источников опасности. И не допустить, то есть устранить заблаговременно, что и делается сегодня у нас в Анапе. За профессионализм и добросовестный труд лучших спасателей курорта отметили благодарственными письмами главы города. За широкими и надежными спинами этих людей анапчане могут чувствовать себя в безопасности. Декабрь – предновогодний месяц. В это время активно продаются елки и другие хвойные деревья. Некоторые граждане пытаются получить прибыль даже незаконными способами – путем кражи высаженных вечно зеленых деревьев с улиц города. Этим летом коммунальщики занимались комплексным благоустройством улицы Кати Соловьяновой. Во время очередного рейда вместо молодых туй, которые высадили на аллее, увидели аккуратно выкопанные лунки. Заместитель начальника управления ЖКХ тут же обратился в полицию. В ходе проведенных мероприятий был установлен гражданин, который дал признательные показания, что он 1 числа 12 месяца 2015 года, 21 час, находясь на указанной аллее и имея умысел совершить хищение, совершил указанную гражу. Похитителем оказался житель Анапы, который уже привлекался за подобные преступления. Он признался, что украл деревья с целью продажи, однако нажиться не успел. Все 10 саженцев из-за неправильного ухода практически сразу погибли. В настоящее время по данному факту возбужденного уголовного дела проводится проверка, по результатам которой указанной гражданин будет привлечен к уголовной ответственности. По словам преступника, чтобы выкопать и спрятать туи, понадобилась всего одна ночь. А теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Все хотят видеть Анапу красивой, ухоженной, процветающей, утопающей в зелени и цветах. Сколько бы городские власти не закупали зеленых насаждений, сколько бы не благоустраивали город. Прежде всего, сами горожане должны быть ответственными и беречь любимый город. В Краснодарском крае привлечены к ответственности владельцы фермы после гибели дельфина. Тело умершего дельфина отправлено на экспертизу, которая должна установить причину смерти животного. Представители компании «Павловская слобода», владеющей животноводческой фермой в поселке Веселовка Краснодарского края, привлечены к ответственности после гибели дельфина с их фермы. Результаты экспертизы станут известны в январе. Двух черноморских афалин на животноводческой ферме в поселке Веселовка обнаружили общественники в критическом состоянии. Животных содержали в бассейне с низким уровнем воды, где не поддерживалась необходимая температура. После осмотра выяснилось, что у животных имеются повреждения, которые были получены при невыясненных пока обстоятельствах. Биологические пробы и образцы воды были направлены на исследование. Владелец фермы предъявил документы на млекопитающих, их подлинность проверяется. Затем двух животных перевезли в Анапский дельфинарий в поселке Большой Утриш. Как сообщили в дельфинарии, Афалина Дельфа страдала инфекционными заболеваниями и не могла самостоятельно принимать пищу. Несмотря на все усилия специалистов, спасти ее не удалось. И к другим темам. В связи с ростом дорожно-транспортных происшествий по вине водителей в нетрезвом состоянии в крае стартовала операция под названием Бахус. Ранним утром патруль выходит в рейд. Водители, управляющие автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, зачастую создают аварийные ситуации. На дороге должна быть дисциплина. В предпраздничные дни таких водителей на дороге все больше. Сотрудниками отдела ГИБДД, отдельного взвода ДПС, проводятся ежедневные рейды в рамках данной операции. Мы стараемся проводить ее в выходные, либо в предвыходные дни. В настоящее время мы проводим операцию по сельской зоне, поселок Джигинка, поселок Юровка. Отдел ГИБДД напоминает, за управление транспортным средством в нетрезвом виде штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления от полутора до двух лет. При повторном нарушении штраф возрастает до 50 тысяч рублей с лишением права управления на три года. В случае совершения ДТП с тяжкими последствиями по вине нетрезвых водителей, законодательство предусматривает уголовную ответственность. Водителям стоит быть более ответственными, ведь цена вопроса – это не штраф, а безопасность окружающих и, возможно, чья-то жизнь. Ежегодный конкурс «Профессионализм, достоинство, честь» стал на курорте уже доброй традицией. Чествование напчан, которые по итогу выходящего года добились успеха в самых различных отраслях, торжественной по-настоящему праздничной обстановке прошло в городском театре. Награды победителям ежегодного конкурса «Профессионализм, достоинство, честь» вручил глава курорта Сергей Сергеев. Нам есть что вспомнить в этом году и есть чем гордиться. Я хотел бы особенно подчеркнуть, что все победы и успехи, как большие, так и малые, были бы невозможными без тех, кто сегодня находится в этом зале. Вас, уважаемые земляки, бесспорно, красоту и добрую славу любого города составляют его жители. Поэтому в основе проведения конкурса «Профессионализм, достоинство, честь», где мы, по сути, подводим итоги года, лежат дела напчан. Тех, кто своим трудом, талантом, усердием каждый год приумножает славу нашего города-курорта, дарит ему и его жителям частицу своей души. Всех победителей в зал встречал овациями. С событием года признали выдающиеся спортивные успехи городского футбольного клуба «Анапа». На втором году существования он стал победителем высшей лиги чемпионата края, обладателем Кубка губернатора Кубани и Краевого суперкубка. Капитан клуба Жумалдин Каратляшев пообещал, что и в следующем сезоне спортсмены будут играть с не меньшей самоотдачей. Директор «Зеленстрой» Олег Салтановский получил награду в номинации «Проект года» за реконструкцию сквера боевой славы. Лидером экономики был признан пансионат «Урал», а предпринимателем года – ООО «Инвест СБ». За волю к жизни наградили спортсмена-парадайвера, члена паралимпийской команды Никиту Ванкова. Спортивным достижением года признали блестящее выступление Савы Кракизиди на первенстве мира по самбо, где он стал чемпионом. Дебютом года стал хореографический ансамбль «Виктория», обладатель Гран-при фестиваля «Мельница». Номинацией «Моя жизнь, культура» чествовали директора детской художественной школы Сергея Сахно. За преданность профессии отметили Олега Тибейкина, старшего диспетчера аэропорта «Анапа», который в течение года обеспечил безопасность взлета и посадки более 3000 самолетов и вертолетов. Командир взвода противотанковой батареи военной части 4515 Игорь Кайдаш был награжден номинацией «Честь мундира». А главный врач Анапской поликлиники Елена Паркина – номинации «Новое поколение». Супругов Оксану и Виктора Мерещенко, воспитывающих восьмерых детей, наградили за родительское отличие. Настоящим хозяином признали индивидуального предпринимателя-животновода Татьяну Приходько. А репортером «Без границ» – журналиста, писателя и кинокритика Сергея Левина. В номинации «Сердце людям отдавая» победила активная общественница Людмила Шмакова. За вклад в создание привлекательного имиджа курорта была отмечена экскурсовод турфирмы «Любава» Наталья Ващенко. Ановчане гордятся своими талантливыми земляками. Высокое звание – стимул для новых подвигов. Пусть и в будущем году наш курорт стремительно развивается и процветает благодаря трудолюбивым людям, которые здесь живут. Новогодние каникулы обещают быть интересными. С 3 по 6 января в Анапе впервые пройдет акция «Я люблю свой город». Организаторы акции – Управление по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации и Ассоциация туристко-экскурсионной фирмы Анапы, объединяющая 15 компаний. От каждой турфирмы будет выделен экскурсовод, который проведет бесплатную пешеходную прогулку по нашему городу. Тематику и маршрут каждый из них гиды разработают индивидуально, поэтому все экскурсии будут разноплановыми и уникальными. Продолжительность маршрута составит примерно полтора часа. За это время участники прогулки познакомятся с историей Анапы и ее основными достопримечательностями. Окунуться в мир легенд и загадок древней Горгипии пройдутся по тихим улочкам, наслаждаясь атмосферой родного города. Даты и время экскурсии – 3, 4, 5, 6 января в 11 и 12 часов. Место встречи – Театральная площадь у новогодней елки. И завершит выпуск прогноз погоды. В субботу 26 декабря в Анапе пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 8-9 градусов. Ночью до 7 градусов со знаком «плюс». Ветер западный – 3, 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 767 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 7 градусов. В воскресенье 27 декабря в Анапе малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 10-11 градусов. Ночью до 9 градусов тепла. Ветер юго-западный – 4, 10 метров в секунду. Атмосферное давление – 765 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 7 градусов. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». За квадратный метр на первом и последнем этажах в подарок 2016 рублей. Акция 2016 действует только до 31 декабря 2015 года. Новая квартира по привлекательной цене. Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова